Здравствуйте! В эфире программа «Разговор по душам». С вами в студии я, Елена Бубнова, и врач-психотерапевт высшей категории Алексей Изотов. Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте, Елена! — Хочу напомнить нашим телезрителям, у нас прямой эфир. Телефон в студии 202-11-22. Звоните, задавайте вопросы, рассказывайте свои истории, присоединяйтесь к нашей дискуссии или предлагайте любые темы для обсуждения. — Да, я со своей стороны тоже хочу сказать, что помимо того, что у нас прямой эфир, он в какой-то степени открытый. Вот сейчас Елена меня перед эфиром буквально за некоторое время спрашивает, Алексей, ну о чем мы сегодня будем говорить? И, возможно, вы, те, кто нас смотрите в течение какого-то времени, возможно, задаетесь таким вопросом, о чем будет сегодня разговор. И каждый раз, в основном, это так, мы не договариваемся о том, о чем будет эфир. С одной стороны, это для меня ситуация знакомая, потому что в кабинете, на психотерапевтическом приеме, на своем рабочем месте я обычно не знаю, о чем мы будем говорить. И приходит человек, который приносит с собой то, о чем мы будем говорить. Иногда он сам не знает, что он приносит. Он приносит иногда слезы, молчание, конкретные жалобы. У меня бессонница, у меня там тревога. Иногда он приносит опоздание, этот человек. Иногда он приносит скандал какой-то. Ну, то есть, в любом случае, приносит в кавычках, естественно. Иногда он приносит какую-то историю, и вот сидишь, слушаешь человека. И история о чем-то одном, а сидишь, слушаешь человека, слушаешь себя, и возникают какие-то переживания, какие-то ощущения, и думаешь, как связано. Ну, например, человек рассказывает о том, как он с друзьями отмечал что-то накануне, а я сижу и чувствую тоску, например, или мне хочется разрыдаться. Я думаю, каким образом мои переживания связаны с той историей, связаны ли. В общем, люди приносят разное. И, как я уже сказал, с одной стороны, это привычная для меня ситуация. Но ситуация телевидения непривычна тем, что как будто мы к вам приходим в дома через эти кинескопы, если говорить старым языком, через телевизионные экраны. Но по-прежнему я жду, наверное, мы ждем, да, что вы тоже что-то принесете, какую-то свою историю, может быть, какие-то свои соображения, комментарии. Вот мы еще пример. Например, те, кто смотрел и был участником прошлой нашей передачи, когда к нам звонил мужчина, здесь, я скажу откровенно, развернулась достаточно бурная дискуссия о том, в каком состоянии был этот мужчина. Я думаю, те, кто смотрел, вы задавались этим вопросом. Кто-то говорил, что мужчина нетрезвый, кто-то говорил, что он эмоционально очень наполнен. Ну, то есть в любом случае, если говорить о прошлой передаче, у меня возникло ощущение, что наш собеседник принес в переживаниях, в ощущениях больше, чем он сказал словами. Слов там было совсем немного. Если вы помните, они были очень короткие фразы, были большие промежутки, но фантазии об этом мужчине, чувства он точно принес. И вот, я говорю, развернулась какая-то определенная дискуссия, что это было, почему это было. Но это вот была такая наша коммуникация, да, наше общение в прошлый раз. И вот оно иногда бывает таким, я думаю, что нам что-то удалось выяснить, может быть, вам что-то удалось выяснить из той нашей передачи. Вот с этими какими-то соображениями, с этими какими-то звонками мы вас и ждем. Да, и подводя итог вот этой своей мысли, я сказал, что, с одной стороны, мне это пространство знакомо, но когда я сижу, я вторым номером как бы так существую. Очень редко бывает, когда человек пришел, и я что-то начинаю говорить. Но это исключительная какая-то ситуация, может быть, это подросток какой-то, который, в общем, по традиции, может быть, сам первый не говорит, а я с ним знакомлюсь. Да, может быть, это еще какая-то ситуация молчания, где я это молчание прерываю и прошу что-то прокомментировать. Вот, я к тому, а с другой стороны, это для меня ситуация абсолютно новая, каждый раз, ну, волнительная, может быть, я бы сказал. Потому что, ну, мне нужно здесь первым номером открывать, ну, нам с вами, да, Елена, открывать рот, размещать какую-то информацию, какие-то свои, может быть, мысли, какие-то свои переживания. Ну, я еще раз хочу повторить, что все это для того, чтобы, ну, создать затравку какую-то нашей передачи. Она абсолютно не должна быть и не может быть тематизирована. Жизнь человека очень редко тематизирована, в смысле, посвящена какой-то одной теме. Вот, поэтому мы действительно ждем ваших звонков, ждем разговора. Ждем звонков и тоже хочу протянуть такую ниточку с прошлой передачи, с событий, которые наполняют нашу жизнь в текущей какой-то вот ситуации. Наш прошлый герой говорил о том, что в его жизни произошли изменения, у него родился внук. И это его натолкнуло на какие-то переживания. Сейчас буквально перед эфиром мы узнали, что у нашего коллеги родилась дочка. И, пользуясь случаем, хочу поздравить, пожелать ему и его супруге. Я присоединяюсь к вам. Да, такого счастливого, хорошего родительства. И это же интересная тема. Появление ребенка в семье, оно затрагивает ближайшее окружение. Но явно что-то в жизни других людей меняется. И разные восприятия. Кто-то боится этих изменений, потому что придется перестраивать жизнь. Кто-то ждет, и потом, когда оказывается в этих изменениях, начинает испытывать какой-то дискомфорт. А кто-то достаточно хорошо себя ощущает, при том, что недоступны становятся какие-то прежние сферы жизни. Там, не знаю, карьера, свободное время, достаточный сон и прочее. Но если продолжить вашу мысль, Елена, пока мы, значит, как-то здесь создаем разговор в надежде на ваши звонки, я хотел сказать, что этот кто-то, кто сопротивляется, или кто-то, кто рад, кто-то, кто ждет изменений, или кто-то, кто не готов к этим изменениям. Иногда бывает, что этот кто-то – это один и тот же человек. То есть одновременно ждущий, и ко мне на прием приходят, хочется сказать, такие люди, разные люди, с такими вопросами иногда, что вот в моей семье будет прибавление, или оно вот уже случилось, и чувство абсолютно смешанное. Я думаю, что это нормально, когда есть и те, и другие, и пятые, и десятые. И действительно ребенок с собой, не зная того, привносит очень много каких-то смыслов, контекстов, может быть, ожиданий, ну и так далее, и так далее. И для семьи это может быть действительно таким важным моментом. Есть соблазн сейчас, может быть, вот эту еще тему зацепить. Выбирайте. Где? Вот я, наверное, так скажу, разверну, что я обдумываю последние дни в своей работе. Несколько групп, которые я веду, может быть, участники групп сейчас слышат меня, да, смотрят нашу передачу. Но я, в общем, скажу, поскольку, естественно, связан обязательствами не разглашать то, что у нас происходит. Но вот этот общий контекст, это ситуация, где люди начинают очень серьезно конфликтовать, очень серьезно выяснять отношения, очень серьезно, на повышенных тонах, я имею в виду, да, перебивая друг друга. И знаете, ну, может быть, пытаясь сделать так, чтобы другой замолчал, это вот, может быть, мы говорили уже на какой-то из передач о своей правде. Ну, у каждого есть какая-то своя правда. Свои ощущения, главное, есть, да. Вот я так чувствую, я так думаю. Вот я думаю, что вы сейчас на меня злыми глазами смотрите, да. Вы меня можете, я как пример, нет, я как пример. Ну, я почувствовала, что мне захотелось оправдаться и объяснить, сказать, я, да, что Алексей. Да, человеку хочется, и вот большая часть разговоров, вы, может быть, те, кто нас смотрит сейчас, посмотрите в свой какой-то опыт, большая часть, не большая, но большая часть разговоров, она связана с тем, что, как мы друг друга понимаем, это ты сейчас вот это хотел, нет, я хотел совсем другое, ну, вы сейчас зло на меня посмотрели, нет, я вообще этого не думал, ну, а мне-то кажется, да, и вот, ну, какой-то такой разговор. Или один человек воспринимает что-то как заботу и внимание, а другой вообще этого не имел в виду. Вот какие-то такие вещи. Я про рождение начал говорить, и в какой-то момент мне пришла в голову мысль о том, что вот, когда люди общаются, они иногда хотят родиться для разговора. Интересно. То есть разговор же не существует сам по себе, то есть это может быть монолог, мой, ваш какой-то, да, хоть мы можем быть и вдвоем, но человек может существовать один в режиме монолога, другой включается в режиме монолога, да, то есть вроде бы людей двое, трое, но они могут существовать в режиме монолога. У них может возникать новое пространство, но когда они рождаются в какой-то степени друг для друга, что значит рождаются, то есть их текст, то, о чем они говорят, становится значимым для другого человека, и с этим текстом распоряжаются так же, да, не говорят, что ты неправильно думаешь, ты неправильно, ну, то есть говорить. Да, говорят, и как раз вот корень конфликта в том, что когда тебе говорят и навязывают, ну, свою точку зрения, как будто бы другой человек о тебе знает лучше. Ну, вот вы же начали с этого, да, у тебя злые глаза, или как, так, или там злые глаза меня смотрят, да, что стоит за этой коммуникацией? Ну, я сейчас скорее вот не об этом, а о рождении в разговоре, если я лучше вас знаю что-то о вас, то в какой-то степени вот этот… В какой-то степени я хочу, чтобы вы что-то лучше знали обо мне. Это я уже перевернула, да, если вы инициируете разговор, то вы тогда хотите быть тоже узнанным. Я в другую сторону. Я подводил это вот как… Мы, может быть, вернемся сейчас, потому что я… Вот как раз тот самый момент, когда вы начали что-то говорить, а я, видимо, хотел свою вещь сказать. Я договорю свою, и потом вернемся, может быть, к вашей. Хорошо. Да, забавный момент. Я про крик, я хотел сказать про крик, и иногда вот этот крик в разговоре, я сейчас вспоминаю вот эти наши ситуации, воспринимается как крик новорожденных. Ну вот, я есть, да, вот такое что-то. Услышьте меня. Алексей, вы мастер неожиданных параллелей. Давайте вернемся к тому, о чем говорили вы. Ну, я сказала, вы что-то хотели добавить к этому, или чтобы я пояснила? Я хочу, чтобы вы пояснили. Ну, для меня, если вы меня спрашиваете, почему я смотрю злыми глазами, это, наверное, вы хотите, чтобы я… Ну, это запрятанная, да, такая коммуникация узнала, возможно, что-то о ваших переживаниях. Чтобы вы меня спросили? Да, скорее всего, это такой поиск внимания. То есть ту коммуникацию, которую вы предлагаете этой фразой, она же такая достаточно острая, даже агрессивная, я бы так сказала. Потому что она или навязывает мне вот обвинение какое-то, мне приходится оправдываться, да, или испытывать чувство вины. По крайней мере, мне приходится себя тестировать и задаваться вопросом, а правда ли я смотрю злыми глазами или нет, то есть… Хорошо, может быть, я сейчас, если я правильно слышу, может быть, я не знаю, зрители наши успевают ещё или нет, давайте, может быть, вернёмся к классической фразе, она похожа или нет. Ты меня не слышишь. Это про то же самое, да? Ну, есть, да. То есть это почти то же самое про глаза, как мне кажется. То есть я таким образом делаю утверждение о вас, о тебе, о моём собеседнике и делаю вывод, что ты меня не слышишь. Или ты меня не понимаешь, да? Вот я тебе такое говорю. Ты меня не понимаешь. Как с этим быть? Вот это вот примерно такая коммуникация, да? Я решил, что ты меня не понимаешь. Так, и как с этим быть? Конфликтная. Конфликтная ситуация. И вот как раз я об этом, да? Ты меня не понимаешь. Это… Ну, это очень удобная в какой-то момент становится фраза, когда, не знаю, мне кажется, выбивает почву из-под ног. Действительно, человек может о не слышать и не понимать, но тут вопросы и к инициатору, да, какими словами он объясняет. Достаточно ли прямо он формулирует свои какие-то вопросы, запросы, там, или, не знаю, темы для обсуждения. Где тут разделить ответственность в этом непонимании? Может быть, кто-то, кто нас сейчас смотрит в клинице, войдёт в этот разговор, что-то нам подскажет в этой путанице, которая возникла. Вот она периодически так и возникает. Ты меня не понимаешь. Нет, это ты меня не понимаешь, да? Я согласен, что это звучит обвинительно. И что меня больше всего интересует в этой фразе, примерьте её на себя. Ты меня не слышишь, да? Ты меня не слышишь, да. Что в этой фразе я как будто о вашем опыте знаю больше, чем вы сама. То есть я способен ваш опыт, понимание в данном случае оценить лучше, чем вы. Вы мне можете сказать, да нет, я вас слышу. Я скажу, да нет, ты меня не слышишь. Ну, разговор какой-то, да. Вот как это происходит? Что эта фраза значит для вас, уважаемые телезрители? Как часто, может быть, или когда в последнем разговоре вы эту фразу использовали? Что это было? Может быть, у вас есть какие-то истории? Поделитесь. Пока я сейчас вклинюсь, я немножко от вас, наверное, заразилась параллельными всякими процессами. И я подумала, что вот это непонимание, вы про крик говорили, говорили про младенцев. Вот ребёнок же плачет, и, по сути, он своим криком тоже транслирует. Ты меня не понимаешь, ты меня не слышишь. Когда родители совершают какие-то манипуляции, там, не знаю, поменяли подгузники, ребёнок всё равно плачет, там, покормили, всё равно плачет. Он постоянно своим криком, возможно, тоже в этом же процессе существует, в такой же коммуникации, только выраженный, пока не словами ещё. Да, я сейчас о том, а подумал, вот мы с Еленой здесь рассуждаем, и в каких-то подобных ситуациях, мне почему-то это на ум пришло, возникает идея, предположение о том, что психологи, психологи привыкли всё психологизировать. Ну, ребёнок плачет и плачет, у него там штаны, может быть, мокрые, нет. Я тебе же сказала, поменяли всё. Ну, у него что-то, может быть, другое, живот болит и так далее. Это, кстати, интересная идея тоже материальности такой. Снова меняю изгиб разговора, тоже оставляя, может быть, нашим зрителям какую-то возможность. Я не знаю, успевают наши телезрители за движением нашей мысли, который блуждает от одного к другому, хотя мы пытаемся все бусины собрать на одну ниточку. Вот это интересный тоже момент. Те, кто уже в терапии был или присутствуют из наших зрителей, слушателей, или, может быть, те, кто собирался, это очень часто так происходит. Это, кстати, происходит не только в терапии, это происходит, насколько я понимаю, сейчас в сериалах. Я скажу сейчас, что это. Человек сначала не понимает, как это всё складывается. То есть всё это дано кусками. Разговор чуть-чуть об этом, разговор чуть-чуть об этом. Я вообще не сторонник того, что я обычно не прошу людей излагать всё последовательно и подробно, зная, что психика вот какими-то такими локусами, какими-то кусками устроена. Это, конечно, иногда людей выводит из себя. Может быть, я иногда не понимаю вообще, о чём разговор. Я к чему вёл? К тому, что только произнеся, только опубликовав, озвучив какие-то вещи, можно слова. Можно потом посмотреть, как это всё соединяется в единое. Каким образом герой, появившийся в самом начале и появившийся в конце, каким образом они связаны. Хотя это могут быть две разные истории. Каким образом наш разговор сегодняшний о детях, о нашем прошлом герое, который говорил о внуке. О конфликтах, о непонимании. Да, каким образом это всё связано. Иногда приходится взять какую-то дистанцию, какую-то паузу, потому что логикой это не померить. То есть вот так вот сидишь и не понимаешь, что происходит. Потом возникает какая-то идея, какая-то мысль, и нужно взять какую-то определённую дистанцию. Может быть, вы, уважаемые телезрители, знаете это по своим разговорам со своими близкими. Когда вы делаете несколько раундов этих разговоров, ну, супруги, может быть, общаются друг с другом, или родители с детьми общаются, да, или взрослые мужчины и женщины со своими родителями, делают несколько раундов разговоров, и вообще не понимают, что происходит. Почему вот какие-то вещи не проясняются сразу. И только на протяжении нескольких дней, может быть, нескольких месяцев, может быть, нескольких лет. Я знаю, что у вас есть такие истории, потому что вы мне о них рассказываете. Когда вы в течение нескольких лет вот это понимание вырабатывали, возникало понимание, да, так понимают дети, выросшие своих родителей, только в течение нескольких лет, ну, иногда так, дожив до какого-то возраста, да. Иногда надо твердить, детям нужно вырасти, и что-то сообщив родителям своими татуировками, уходами из дома, ночными какими-то исчезновениями, странными знакомствами, странными увлечениями, что-то в итоге сообщить родителям такое, что они начинают понимать. Действительно, они же могут вести себя так, вспоминая или помня какие-то события вообще раннего детства, ну, даже дошкольного возраста, да. А протестное поведение у них именно начинает вот такая форма коммуникации проявляться в подростковом возрасте. Алексей, интересно рассказывать. Я даже вас не хочу перебивать и готова к вашему монологу какому-то. Ну, вот такой, да, сегодня получается монолог. Может быть, это передача больше в сегодняшний момент и, может быть, это слышно, необходимо мне для того, чтобы проговорить какие-то вещи. Я вижу в этом параллель с каким-то своим участием в групповом процессе. То есть иногда я практически на протяжении всей группы ничего не говорю. И группа в каком-то опыте существует. А потом возникает разговор, где мы обсуждаем, что это было, да, о чем был этот разговор, о чем это лоскутное одеяло вот такими кусками. И вот оно тогда обретает смысл. Да, про смысл – это еще одна забавная вещь. Я думаю, у нас есть немного времени. Тоже хочу с вами поделиться. Как-то удается в последнее время несколько людей приходят на консультацию, и вдруг возникает у них вопрос ко мне, к себе, а в чем смысл в консультациях? И они задаются таким вопросом, а зачем я сюда приходу? Ну, это вот не сразу бывает, да, а в процессе какого-то нашего... Вдруг возникает вопрос. И вдруг возникает бессмыслица. То есть, например, человек... Если я сейчас спрошу, какой смысл в нашей передаче? Возникает бессмыслица? У меня не возникает. Штука в том, что для меня, и это очень интересная вещь, что у каждого, во-первых, свой смысл какой-то. Он заранее не задан. Я сейчас такие вещи говорю знакомые людям, я уверен. Хорошо бы об этом вспоминать в процессе бытовых разговоров, которые, кажется, от смысла совсем должны быть далеко. Ну, вынеси мусор, помои посуду, какой здесь может быть еще смысл? А что можно вспоминать? Что есть смысл во всем этом? Или что не все должно иметь смысл? Нет. Вспоминать, что разговор заранее смысла не содержит. Любой. Приход к психотерапевту не содержит смысла заранее. Но люди же приходят с запросом определенным. Там, у меня тут болит, меня там, не знаю, невролог отправил к психотерапевту или гастроэнтеролог отправил к психотерапевту. Мы как-то, Лена, об этом говорили. Это совсем другая ветка. Но я сейчас критично по поводу запроса скажу, может быть. Мы научили, мы, специалисты, научили людей, с чем к нам приходить. Мы в какой-то степени заставляем, обязываем их формулировать то, что их беспокоит на нашем, например, медицинском или психологическом языке. И даже коллеги иногда посмеиваются. В сети очень много этого есть, когда, мол, люди не знают, чего они хотят. Вот ты сначала знай, чего ты хочешь, приходи, я тебе в этом помогу. Вот такого рода тоже ирония есть. И вот эта вот идея запроса, она, мне кажется, кажется, что это такой миф, который сейчас очень повсеместно распространен. То есть, во-первых, нужно его сформулировать, или он уже должен быть сформулирован на каком-то понятном для специалиста языке, причем для, там, не знаю, гештальтерапевта на его языке, для психоаналитика на его языке, там, для еще какого-нибудь специалиста на его языке, да. То есть перевести в какой-то язык. И нашим пациентам иногда приходится вот использовать, они очень быстро научаются, вот приходят ко мне люди на первый прием, у меня паническая атака. Вот. Они уже даже готовы, или у меня тревога, у меня бессонница. Они готовы часть нашей работы сделать. Вы ждете доктор, да, на таком языке сейчас заговорили, вот, пожалуйста. И, конечно, частью приходится, и я знаю, что эта работа делается, приходится выяснять, что это такое, да. То есть обратно это расшифровывать, демистифицировать. У нас немного времени осталось до конца передачи. Я хочу, чтобы вы закончили свою предыдущую мысль, от которой я же вас и увела, про смыслы. То есть смыслы консультаций. Нету этих смыслов в консультациях. Слава Богу, когда они, и не только Богу, кто бы каким богам не молился, и самим людям, они эти смыслы добывают иногда длительным способом, трудом, размышлениями, столкновениями, опытом каким-то, проб и ошибок, и так далее. Вот. И некоторым эти смыслы открываются, как дары лежащие. Ну, здесь поэтика и метафорика. Вот. Но заранее во многом и в разговоре обычно нет смысла, если, ну, в смысле обычного, его нету. Если только говорящие не начинают этот смысл языком добывать, как лопатой. Ну, такая маленькая собственная лопата, которой копаешь, копаешь, копаешь словесную руду, и чего-то на кончике языка вдруг возникает. Вот, да, какое-то понимание, которое вот как-то там, и ты его куда-то там в свое богатство, в свою коллекцию откладываешь. Ну, наверное, как-то так происходит. Хочу только виток сделать от начала передачи к нашему завершению. Рождение ребенка, оно изначально наполнено смыслом, или его необходимо тоже будет наполнить смыслом родителям? Я думаю, что, безусловно, и ребенку приходится сначала осмысливаться своими родителями. Ведь иногда бывает очень редко, но мы знаем такие ситуации, когда со смыслами в семье туго, и родителей не хватает, например, да, и, может быть, двоих родителей нет. И осмыслять этому ребенку в нашей большой группе, в коллективе, на уровне, не знаю, там, нации, роддома приходится вот чужим людям, да. А потом, вот это какое-то осмысление, понимание себя человека ждет в течение длительной жизни. Или не ждет, он все про себя понял. Человек приходит, говорит, я все про себя знаю, только у меня болит спина. Вот, конкретный пример. Поэтому для кого-то это имеет смысл, для кого-то нет. Я думаю, что мы, и мы здесь собираемся, те люди, которые ну как-то в этом видят смысл. Кто-то видит в другом. Вот меня один хороший мой знакомый говорит, пошли на футбол. А я перестал в этом видеть смысл. А он видит. Вот. Ну как-то сказать, что в футболе нет смысла, есть. Сказать, что я прав, тоже не скажешь. Ну в общем, как-то так это происходит. Удивительным, замечательным образом иногда таким фейерверком смыслов. Ответил? Да. Спасибо большое за разговор по Алексею сегодня. Хоть мы вот так вот, не знаю, ходили по полям, по лугам, не знаю, в горки забирались, спускались. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что каждый вторник на телеканале Самарегис мы выходим в прямом эфире. Телефон студии 202-11-22. Мы готовы к разговору, к диалогу. Звоните, подумайте, у вас есть неделя, может быть, что-то вы захотите предложить. Всего вам доброго. Да, нам в следующий раз. До свидания. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова